Спидран по цветочным танцам в старте. И зачем вообще спидранить цветочные танцы в первый год игры? Это просто халявный 250 очков дружбы, которые ну нафиг нам не сдались. Но именно этот праздник на первый год игры показывает насколько вы жалкие, и сегодня мы это исправим. Создаем настоящего клоуна в костюме покойного деда. И нашей жертвой на данный тест вот эта пиксельная тяночка. Нам надо закадрить ее до начала цветочных танцев весной первого года. Что мы про нее знаем? Чесвешная соска. И все. Любит она как все, кокос, подсолнух семечки джин, розовый торт и фруктовый салат. Ничего из этого в начале игры у нас не будет, так что будем дарить ей саный нарцисс. И кстати она настолько офигела, что не любит вот эту радужную игрушку. Я сейчас не про это, а про камень. Мы реально на протяжении всей весны будем ходить и следить за ней как сталкер и ждать момента, когда подарить ей нарцисс. И еще я решил не знакомиться с жителями для одной идеи. На доске заданий иногда появляются задания. Иронично. При выполнении которых нам могут дать очки дружбы. И чем больше жителей мы знаем, тем больше разброс от кого может быть задание. В начале игры нас насильно ознакомят с рыженькой и диктатором мэром, так что этого просто не избежать. Нам просто должно чуть-чуть повезти, чтобы задание было именно от Хейли. Мы получим побольше очков дружбы. И вы спросите, почему выбор пал именно на нее? Потому что она самая красивая? Нет. Просто потому что она единственная Тиану, которая Дэр в начале игры. Да, все так просто. А если что-то подарить на день рождения, то она обоссытся от счастья и даст нам больше очков дружбы. На протяжении 24 дней я буквально стал каблуком. 24 дня бегать не за блондинкой. Я даже украл ее у чужок для волос. Но зачем мне он? Я же лысый. Иногда, получая задания на доске объявлений именно от Хейли, она просила что-то необычное. К примеру, водоросли. И я как раб приносил ей это. Я не занимался фермой, ни рыбалкой. Ничем. Просто ничем. Все свои желания и амбиции стали ничем. Мы поставили блондинку на первое место в нашей жизни. Иногда я проверял, что продает торговка. И мне ужасно везло. За период 24 дней она продала мне кокос и фруктовый салат. Мы настолько сблизились, что я начал решать ее конфликты с сестрой, открывать ей банки и даже копался в песке, чтобы найти ее ожерелье. Я даже заметил баг. Я не был знаком с Сивили, но почему-то появилось задание именно от него. Также я решил немного забыть про Хейли и вспомнил, что в один солнечный день, день рождения моего любимого Мэра Льюиса. И я, как истинный фанат его работы, решил подарить ему щавель. Его реакция была великолепна. Щавель! Нахуй мне нужен. И вот момент истины. 24 день. Надеваем наши лучшие шмотки и идем на гребаные танцы. И вы замечали, что пугало, которое можно купить у Пьера на цветочных танцах, очень сильно похоже на Хейли. Так, ближе к делу, находим нашу пиксельную тян и... Она соглашается. Она даже похвалила нас за нашу смелость. И, наконец-то, танцы. Делаем итог. Смысл от этого теста минимальный, но пофиг. За 24 дня мы набрали 8 сердец Хейли. Помимо беготни и слежка за ней, я ничем не занимался. Но, по сути, можно совмещать типичную жизнь на ферме и кавалерство. Впрочем, думаю, наш тест удался. И спасибо Пригожину за эти 24 дня беготни за блондинкой. Еще чуть-чуть, и мы наберем тысячи подписчиков на YouTube-канале. Буду благодарен вашей подписке, лайком и даже колокольчиком. Всем спасибо и всем удачи.